Добрый день, уважаемые радиослушатели! Очень приятно встретиться с вами в новом проекте и представить вам нового ведущего, ведущего эксперта нашей радиостанции. Это Дмитрий Курдюмов, которого многие знают как секретаря общественной палаты уже сейчас. Но в нашей программе он выступает по-прежнему в роли главного врача Центра травматологии, ортопедии и нейрохирургии Кирова. Здравствуйте, Дмитрий Александрович! Добрый день! Поздравляю вас с вступлением в новую должность ведущего нашей радиостанции. Да, я сегодня в новом качестве, новом для меня. Да, давайте расскажем, что у нас за программа. Программа называется «Общий обход». Программа будет выходить по пятницам в 2 часа дня. И мы так с Дмитрием Александровичем договаривались, что будет 2 раза в месяц она выходить. Да, все так. Но вот сегодня февраль, на следующей неделе март, а у нас уже готова мартовская программа, потому что приедет генеральный директор компании «Лонолек», и мы не можем пропустить эту встречу, мы обязательно сделаем программу с ним. Да, тема очень многогранная. Я думаю, что обязательно нужно поговорить много о чем. В свете импортозамещения, отсутствия многих лекарств в аптеках, как жалуются люди. Совершенно верно. И создание рабочих мест, и обучение, и очень много тем. Да, и чем нас могут порадовать. Вот это будет на следующей неделе, поэтому сегодня у нас программа будет посвящена эндопротезированию суставов. Тему взяли специально для разгона, что называется, во-первых, потому что она близка доктору Курдюмову, а во-вторых, потому что зима, гололёд, и, к сожалению, мне кажется, какие-то естественные проблемы, которые возникают у человека с возрастом, с суставами, они ещё подкрепляются сложными погодными условиями. Ну, что касается Вашего центра, то он специализируется на эндопротезировании. Кто-то об этом знает, кто-то нет. В основном об этом задумываются, когда уже что-то случается страшное с людьми или с их родственниками. Да, всё так, тема действительно очень узкая, и я благодарен, что Вы взяли её на первую передачу, потому что молодому ведущему, наверное, было бы сложно рассуждать на тему, которая от него нам несколько далека. Наверное, стоит рассказывать о том, что передача получила своё название «Общий обход» в таких дискуссиях. В муках практически, да. В муках было проведено даже оценка общественного мнения, поэтому это название, которое набрало, может, не самое большое количество голосов, но где-то находилось в топе и наиболее подходящее на наш взгляд. Да, потому что тема будет разная, мы не просто там будем диагнозы обозначать и методы лечения. Да, и, наверное, скажу, такой «Общий обход», «Общий обход» – такое сугубо медицинское понятие, когда к одному пациенту к каждому случаю подходит много специалистов и обсуждает этот случай с разных сторон. Поэтому «Общий обход», я считаю, совершенно правильное название для того формата передачи, который мы выбрали. Но что касается эндопротезирования суставов, действительно, мы хотели рассмотреть этот вопрос с точки зрения и гололёда, и травм, наверное, и когда наши пациенты, жители Кировской области, ну, всех регионов России, получают перелом шейки бедра. Я хочу начать с того, что я, когда начинал свой путь в качестве травматолога ортопеда, был очень удивлён, когда на юбилей о ней имени Вредена я заслушал лекцию наших зарубежных коллег, где перелом шейки бедра сравнили по летальности с ишемической болезнью сердца. Вот, поэтому мы и взяли. Да, и я был тогда удивлён, насколько это актуально, а почему это было сделано, потому что, оказывается, в течение двух лет не проопиированы пациенты с переломами шеи и бёдер. К сожалению, это не такая малочисленная группа пациентов, у нас их за год проходит, только в нашем центре около двухсот. Это те, которые получили перелом шейки бедра, но не обратились за помощью? Те, кто получил, и обратился. Это 200 человек. 200 человек. Да, и считается, что если пациент не проопиирован, не вертикализирован, то, к сожалению, в течение двух лет выживаемость составляет не более 30%. Да вы что? Да. Это пациенты возрастные, это пациенты с сопутствующими заболеваниями, которые, в общем-то, прикованы к постели, естественно, возникают осложнения, приводят к неблагоприятному исходу. Не факт, не сама травма, а то, что, наверное, не совсем типичное положение вызывает несколько большую нагрузку на сердце, гиподинамия идет, скажем так, прогрессирование всех сопутствующих заболеваний, ну, и доказано было, что приводит к такому результату. Я, конечно, был поражен, ну, естественно, мы всегда относились. И такой, скажем, студенческий вопрос, вопрос на экзамене, скажите, а что вы будете делать при переломе шейки бедра? Тут говорят, что мы будем лечить консервативно, обычно ставится двойка. По этому вопросу, не по экзамену. Что значит консервативно? Консервативно без операции. Без операции? Да, поэтому для всех сейчас мио-травматологов, в общем-то, ну, для большинства хирургов и врачей, я думаю, что абсолютно очевидно, что к операции на позаговерном суставе нужно подходить к операции по жизненным показаниям на шейки бедра. То есть нет никаких других путей, кроме как оперировать. Совершенно верно. Если случился переломшение. И это возрастные пациенты, пациенты, которые, скажем, в 90-е, более лет, я могу сказать, что самый возрастной пациент, который оперировал, в клинике не скажу, но в центре антипротизирования я проводил пациентов 90-летними и, в общем-то, вполне соматически сохранен. То есть возраст не является противопоказанием к операции? Да, но противопоказания возникают. Безусловно, и мы собираем консилиумы, объясняем родственникам, что риск интероперационного, скажем так, или послеоперационного летарного исхода крайне велик. Что такое консилиум? Консилиум – это группа врачей, которая собирается и принимает решение, группа специалистов принимает решение о дальнейшей тактике лечения. То есть они видят общую картинку, каждый специалист в своей... Да, совершенно верно. Это разная группа специалистов. Естественно, это и ночмедклиники, это и заведующая отделение, лечащий доктор, это узкие специалисты, если речь идет о том, что пациент страдает, скажем так, ишемической болезнью сердца. Это может быть кардиолог, это, как правило, специалисты, привлеченные из других клиник, узкие специалисты. То есть все, все, все... Да, те, кто может принять квалифицированные решения. Чтобы составить общую картинку индивидуальную для этого пациента и принести единое решение. Да, потому что здесь, надо сказать, зачастую это решение судьбы пациента. Естественно, в итоге консилиума они сообщают с пациенту, он с ним ознакомливается, расписывается, есть установленная форма о заполнении документации. Но не об этом речь. Консилиум проводится, и всегда мы относимся к этому серьезно. И мы всегда информируем пациентов о том, что есть огромный риск. Но так или иначе, я сказал, что мы проводим операции практически в 90% случаев. А это возрастные пациенты, это хорошая цифра. А 10% это что такое? 10% это те пациенты, которые до этого были прикованы к постели. Бывает так, что это пациенты с нарушениями мозгового кровоснабжения, то есть не передвигающиеся. Ну и есть, конечно, в этих 10% часть, в котором было отказано по жизненным показаниям, и операционный риск или риск анестезической опасности был крайне велик. Какие могут быть жизненные показания, по которым отказано упираться при переломной шейке? Не перенесет анестезию. Не перенесет анестезию? Да, либо интраоперационный, либо послеоперационный. Это велик риск, по-другому словам. Это обычно люди какие, которые попадают в эту группу? И еще могу сказать, что есть другая группа, и как правило, вот эти 10% это те пациенты, у которых в условии интраоперационный риск сопровождается с сопутствующими заболеваниями, в связи с которыми они прикованы к постели. То есть они не двигаются. То есть это люди, которые уже глубоко больны, и перелом шейки бедра – это не единственное? Не основное, да. И если мы прооперируем, то есть он вертикализируется и не будет ходить. Есть такие пациенты. То есть вот если посмотреть, сколько пациентов из прооперированных, 90%, то из них мы выполнили за год лет порядка 50 антипатезирований. Суставов – это тогда, когда… Так, из 200 вычесть 10% – это 180, и 50 из них получили эндопатезированные суставы. Да, а остальные были прооперированы другими способами, которые тоже бы привели к хорошим результатам. Это более молодые пациенты, это такие другие типы повреждений. Угу. При перелом шейки бедра. Потому что эндопатезирование – это не всегда хорошо, потому что бедра – это операция, как правило, ну, второго порядка, второго уровня. То есть сначала мы оцениваем, как мы инвазивно можем малоинвазивно прооперировать пациента и достичь… То есть в данном случае сначала органы, сохраняющие все варианты операции, а уж потом, если это невозможно, эндопатезирование… Да, и причем есть еще основное правило, что операция должна быть выполнена в первые часы. После перелома. Да. Есть такая особенность тоже студенческая, если интересно могу рассказать. Очень. Расскажите. Да. У нас есть особенность, что особенность детского организма и взрослого организма. Если у детей существует зона роста, и через зону роста в головку бедра сосуда не проникают, соответственно, головка бедра и шейка бедра, часть головки бедра кровоснабжается из круглой связки. И при переломе, а у детей бывают переломы, вы не поверите, я на прошлой неделе оперировал девочку с переломом в шейке бедра, которая три года. Каким образом произошло это? Родители говорят, что она упала. Да, это вот первый случай на моей практике. В шейке, естественно, там нет никакой критической ситуации, потому что это был фактический перелом, ну, рядом с зоной роста, и головка бедра кровоснабжалась от круглой связки. Ну, то есть, кровоснабжение было восстановлено, сохранено. А, кровоснабжалость не обязательно путём соединения с костью, а связка, которая окружает этот сустав, она снабжает зону. Примерно так, да. У детей, у детей там идёт сосуд. Пока существует зона роста, эта связка вынуждена существовать, потому что через зону роста сосуда не проходит. И такой ургентности она существует, но вот у детей такой ургентности она не настолько, скажем так, выражена, как у роста. Когда зона роста закрывается, заканчивается, соответственно, рост, кровоснабжение тоже закрывается, обетерируется, и кровоснабжение начинает происходить из, назовём так, дистального отдела бедра, то есть из отдела бедра, который ниже. Из той же кости. Из той же кости, всё верно, да, из той же кости. И, соответственно, когда происходит перелом, кровоснабжение просто прекращается, да, возникает инфаркт. Поэтому… В костях тоже бывает инфаркт. Да, совершенно верно. Инфаркт в костях – это частое явление, называется анасептический некроз. Он бывает и у детей, бывает и у взрослых, но в данном случае он посттравматический такой анасептический некроз возникает, и, естественно, чем быстрее мы просто очки соединили, восстановим кровоснабжение, тем больше шансов на то, чтобы срослось. Поэтому, когда пациент поступает к нам через несколько дней после операции, либо такой перелом, который не позволяет соединить гарантированное восстановление кровоснабжения, мы прибегаем к эндопротезированию суставов. И я сказал, таких операций порядка, ну, вот, 30-40%. Если вернуться к возрастным категориям, да, пациентов, вот, сколько детей, там, из 200 пациентов в год поступают к вам с переломом шейки бедра? С классическими переломами шейки бедра поступает, ну, 0-1 ребенок. То есть это крайне редкая ситуация? Да, у детей есть другие заболевания, которые называются, ну, уже специфические, это не перелом шейки бедра, это юношеский физиоризм в стадии острого смещения. Ну, это другое, давайте конкретно про перелом шейки. Да, называем это болезнь сероваров. Это интересно, я ничего не понимаю про это, но обязательно про болезнь сероваров поговорим. Да, вот с болезнью сероваров или с юношеским физиоризмом шейки бедра, а взрослые, а травматологи, не специалисты узкие, взрослые или хирурги поставят диагноз перелом шейки бедра. А, ну, ну, что, тогда рассказывайте, что за болезнь сероваров. Да, болезнь сероваров раньше во Франции, когда на заводах работали подростки и таскали головки сыра, они были достаточно тяжелые, то зачастую происходили смещения, острое смещение головок бедер, да, которые, в общем-то, ну, они по клинике также проявляются, как перелом шейки бедра. То есть? Ну, и по зоне роста, зона роста размягчалась, в основе держит гормональный дисбаланс. Это мы сейчас про болезнь сероваров говорим. Про болезнь сероваров, да. А я хотела спросить, вот Вы сказали, что проявляется так же, как перелом шейки бедра. Мы с Вами не сказали, какие симптомы возникают, что человек чувствует в этот момент? Ну, как говорят травматологи, диагноз перелом шейки бедра зачастую, это диагноз, который можно поставить, когда еще пациент только заносит приемное отделение. Да. Да, это такая классическая картина, и приблизившись к пациенту можно поставить диагноз с достоверностью, наверное, 80-90%. Да, это нога укорочена, ротирована кнаружи, и симптом прилипшей пятки отсутствует гематома. Стоп. Нога укорочена, понятно. Ротирована наружу, вывернута. Повернута кнаружи, стопа вот так лежит. Стопа повернута кнаружи. Лежит, 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 как провода. И что еще Вы сказали? Пациент не может ее поднять. Он не может поднять, человек не может поднять ногу. Симптом прилипшей пятки и гематомы нет. Нет гематомы? Нет у гематомы. Ну, вот вполне себе такая картинка очевидна. А гематомы нет, почему? Потому что все это внутри сустава. Ага. И точно так же при болезни сыроваров происходит? Точно так же. У молодых людей? Точно. И девушек? Да. Так. Все точно так же. Типично у меня болезнь сыроваров, это подростки, это период полового созревания, это гормонный дисбаланс, причем нарушенный суточного баланса половых гормонов, либо это патология щитовидной железы, как правило, говорят, рембрандтовский тип. Но бывает, что и нет. Вполне поджары сухие подростки спортивные. То есть не только полный рембрандтовский тип, но и вполне поджары тоже. Много у нас таких подростков? Таких пациентов проходят у нас, ну, мы стараемся не доводить до состояния острого смещения, потому что процесс хронический. Мы требуем, чтобы наши доктора диагностировали свое время. Но вот когда в субъектах, скажем так, в нашем субъекте был год, когда мы начали этим заниматься достаточно активно, с профилактикой доходило до 4-5 острых смещений. В Кирове, в Кировской области? В области, да. В области. В год. Подход к ним такой же. По болезни сыроваров. Мы отдельно поговорим сейчас. Итак, это подростки, им вот обещаю обязательно про болезнь сыроваров, потому что тут, видимо, нужно разных специалистов еще пригласить, чтобы нам, кто специализируется. Вы знаете, тут вообще отдельная история. Если закончить разговор про болезнь сыроваров, это, как правило, и дети с родителями проходят долгий путь, потому что при болезни, так называемой юношеском эпизиолизе, болезни хроническом юношеском эпизиолизе, боль эридирует в полен. Еще, стоп, Дмитрий Александрович, страшную картинку нарисовали, но обещаем, что мы обязательно вам опишем, что это такое, чтобы предупредить всех родителей, всех подростков, видимо, о каком-то недуге действительно серьезном. Возвращаемся сейчас к перелому шейки бедра. Понятно, что у детей это случается нечасто, крайне редко, и даже странно, когда это происходит, видимо... Это ошибка. Да. Тогда в каком возрасте повышается риск? Вы знаете, вообще травма по молоделю. Если раньше классический пациент, это возраст 60-70 лет, то сейчас вполне нормально встретить 30-40 летних пациентов. Ну, естественно, основная группа пациентов, это возраст 50-60 лет. Чаще женщины. Причем это тоже отдельно очень интересная история, и надо предупредить нашей женщине. Почему у нас женщины? Потому что есть такое понятие, надо признать, менопорозом. А к травматологу, к сожалению, и не только касается шеи бедра, это касается и перелома позвоночника, лечат так называемый постменопаузальный остеопороз. Когда возникает гормональный дисбаланс, и возникает остеопороз, он проявляется в том числе и переломами шеи бедра, в общем-то и переломами позвоночника, переломами области других крупных суставов. Этот остеопороз тоже проявляется. Об этом мы, кстати, почему-то очень редко говорим. Я все записываю. У нас вот тоже такая тема. Да, и здесь тема на самом деле очень интересная. Я считаю, что нужно работать над культурой заместительной гормональной терапии. Нужно продлевать молодость, но здесь к этому относиться нужно очень аккуратно, потому что я вам только одну грань описал, но есть и противопоказания. Поэтому здесь это вопрос, опять же, консилиума, эндокринолога и онколога и травматолога-ортопеда. Но так или иначе, если мы посмотрим на то, как зачастую красиво стареют звезды за рубежом, в первую очередь, где эта культура есть, то я для себя четко понимаю, что здесь не обошлось в том числе без нормального гормонального фона искусственного. Но если... Я знаю, что в Москве очень увлекаются и сейчас не только звезды, но и те, кому доступны услуги соответствующих специалистов. Это целая наука, ведь мы должны заниматься эндокринологи, в том числе гинекологи, после каких-то всесторонних обследований у онкологов. И так женщины. Женщины в группе риска... Чаще женщины, чаще 50-60 лет, мужчины несколько реже. Мужчины это, как правило, как серьезная травма. Это, если молодой возраст, это ДТП, это откуда-то падение, это что-то высокоэнергетическое. Если женщины, то это, как следствие, примешивается вот этот постминопоуздорный возраст, 50-60 лет. Ну, а возраст... Крупкие кости стоят. А возраст 70-80 лет, там уже, наверное, все пополам. Выравнивается. Да, выравнивается. В отношении мужчины жилища. Поэтому сейчас возрастная категория это от 30 до 80, даже до 90 лет. Вот такой разброс. Тогда мы еще должны посмотреть. Вы сказали, что в приоритете органо-сохраняющая операция и только 30-40% это эндопротезирование. Ну, здесь опять же есть разная статистика. Мы с вами сказали, что 30-40% эндопротезирования, но здесь опять же есть разбивка по возрастам. Если мы говорим про молодой возраст, мы для себя определили такую тактику, в общем-то, и даже выступали с этими докладами на каких-то конференциях. Когда что нужно делать? Потому что единого мнения нет. Мы понимаем, что если это там до 50 лет возраст, то здесь нужно максимально сохранить. И, скажем так, перелом по классификации позволяет сделать органо-сохраняющую операцию, они есть разные, то нужно ее делать. И в этой возрастной группе мы увидим, наверное, не больше, там, может быть, 5% эндопротезирования. Это до скольки лет? До 50. До 50. Я вот сейчас Дмитрий Александрович сказал важную вещь. Мы для себя решили. Это значит, что в его центре травматологии, ортопедии и нейрохирургии пациентам до 50 лет с переломом шейки бедра приоритетно делаются органо-сохраняющие операции только примерно 5% эндопротезирования. До 50 лет? Наверное, да. Цифра 5, она приблизительная, но она значительно меньше, чем 40. Ну, до 10, скажем так. Почему? Потому что нету остеопороза, травма высокая энергетическая, ну, и есть хороший шанс сращения. Правоснабжение неплохое. При условии, если пациент поступает в первые часы. Но эта система у нас... Первые часы, это сколько первых часов отсчитать? Два, три, четыре? Вообще, конечно, как пишут в монографиях, до 2 часа это оптимально. 2 часа это оптимально для сохранения... Да, но мы считаем, что если в течение первых суток пациент поступает, мы берем на стол, это хорошо. И если посмотреть на другие субъекты, где операция предоперационная бывает до недели, то это замечательно. Ну, по разной причине. Мы для себя эту систему сформировали, причем на своем ревновости региона, благодаря МИШ-районным центрам. И все уже знают, что можно пациентов как можно быстрее к нам отправлять. И он сразу попадет на операционный стол. Давайте еще раз напомним. Если вы видите, что, не дай Бог, у вас, или у какого-то человека, которого вы видите, четыре симптома, ну, наверное, с любой травмой, но мы сейчас говорим о переломе шейки бедра, я сейчас для себя пытаюсь вспомнить, нога укорочена, вывернута стопой наружу, синдром прилипшей пятки, то есть человек не может поднять ногу, и нет гематомы, это, скорее всего, перелом шейки бедра. Вам, конечно, в первую очередь нужно вызвать скорую помощь, чтобы правильно транспортировали пациента. Ну, а что-то можно еще, кстати, в этот момент оказать какую-то помощь человеку, или самому себе, когда такое случилось? Главное не двигаться. В этой ситуации правильно уложить пациента, больную, да, ногу положить, можно банально, на подушку, стопой кверху. Я сказал эти симптомы, но эти симптомы могут повелать еще и переломы бедра, что нога тоже укорочена, растирована. Гематомы не успеют появиться, но дикая боль. Не шевелится? Да, дикая боль, есть явление травматического шока, поэтому не пытаться заниматься диагностикой, естественно, нужно вызывать специалистов. А что-то можно вот при этой боли дать человеку, прямо сейчас, пока ждешь специалиста, не, нельзя. Вообще, что с ним делать? Вот я вижу человека, вдруг такое случилось, что с ним делать? В этот момент, пока ждем скорую помощь. Дело в том, что без боли предприятием является нормальное обездвижение, мобилизация, то есть выложить и боль пройдет. Если мы говорим про травму незначительную, то да, можно дать обезболивающее, наверное, но вы понимаете, что при, когда дают обезболивающее, пациент вам запивает очень мобильно. Мы понимаем, что когда пациент поступает обследователь, речь сразу пойдет, речь пойдет про амно-стерическое пособие, то есть от наркоза. И что-то принимать, но мы считаем, что 2-4 часа акции не должен ничего принимать. Вообще ничего? Обездвижить, уложить? Обездвижить, правильная иммобилизация и положение, это обезболивание. Ну, а если мы говорим про то, что, скажем так, травма достаточно серьезная и до конца не диагностированы все повреждения, обезболивающее, то лучше вообще не трогать человека. Да, очень. Просто не трогать. Если не знаете, как правильно уложить человека, просто не трогайте его. Мы здесь не будем рецепт укладки никакой давать, потому что показать не можем. Так вот, если возвращаться к перелому шейки бедра и прогрессивным группам, то действительно мы про группу 50 лет сказали. 50-70 лет, здесь как-то средняя, наверное, температура, это как раз будут проценты, может быть, 30-40 процентов протезирования. Здесь в зависимости от, мы видим, срока, прошедшего с момента травмы, тип от травмы, сопутствующих состояния костей. Ну, а пациенты уже возрастные, здесь, да, здесь выше 70 лет мы стараемся уже чаще выполнять эндопротезирование. Вот человек попал к вам в больницу, вот сейчас его привезли, вы его диагностировали, а как быстро он получит операцию? Если он готов, он получит ее до того, как, ну, еще в приемном отделении, в травматологическом отделении и стройной помощи. Операция? Это первые часы, да. Первые часы. Сразу же? Да. С такой, с переломом шейки ведра. Да, причем мы для себя решили, и как-то, скажем, начали этим, начинаем этим заниматься, не хочу сказать, что мы поставили прямо на поток, протезирование мы откладываем, но если в бригаде есть квалифицированный, квалифицированный хирург, который, в общем-то, этим занимается, эндопротезирование, то бригада в состоянии делают, и мы делали эндопротезирование сразу при поступлении. Ну, тут, видите, ситуация какая, в существовании того, что это пациенты возрастные, и судьба вот того отдела бедра уже сохранена, это будет не органно сохраняющая операция, мы здесь опять приняли решение, что пациента надо подготовить. Поэтому в этой ситуации мы не спешим, мы берем паузу, там, на день, может быть, что пациента обследовать, подготовить, потому что это возрастная группа, я уже сказал, 50-70-70 и выше, если необходимо провести консилиум, обследовать, и уже в таких, ну, скажем так, нивелировав все риски провести операцию. То есть, если молодой пациент, то операция практически сразу происходит, органы сохраняющие в основном, если пациент старше 50-60 лет, то, скорее всего, там, если требуется протезирование, то в течение суток. Ну, да. Операция откладывается на сутки, и проводится заполнительные сутки. О ней сейчас говорят очень много. Вот сам протез, сама операция, это очень сложная, высокотехнологичная такая вещь. Как мы получаем такую операцию по протезированию, по эндопротезированию тазобедренного сустава? Сустава. Сустава, да. Это платно, это бесплатно, это по полису, в какой момент вообще это происходит разговор, что мы подписываем? Это совершенно бесплатно, безусловно, для всех застрахованных в системе ММС, а мы все застрахованы. И я даже больше скажу, у нас близлежащие субъекты, это КОМИ, прилегающие к нам Пермский край, мы взяли за правила, и доктора знают, что если пациент поведен из шока, а при передумке, когда шок отсутствует, правильно мобилизирован, они могут как раз сразу к нам привозить пациентов, и мы возьмем. То есть мы не требуем даже никого согласования. То есть к нам привозят сразу пациентов и нагородных на протезирование, и операции при переломе шеки, которые на протезирование относятся к специализированной медицинской помощи, оказываются на всей территории Российской Федерации в рамках базовой программы. То есть вашим полисом где угодно. Где угодно, абсолютно, да, и не вправе ни то, не взаимодействие дополнительные средства. В общем-то, мы как налогоплательщики за это уже заплатили, и пациенты должны об этом знать. Если это операции при артрозах суставов, то фактически большинство из них находится в рамках базовой программы ММС, они тоже осуществляются бесплатно. Давайте про эту конкретную операцию, чтобы не смешивать. Да, смешиваю. Здесь всё бесплатно. Да, абсолютно. И операция органа, сохраняющая, бесплатно абсолютно. И операция эндопротезирования тоже бесплатна. Как быстро пациент выходит из больницы при такой травме и такой операции? Если это эндопротезирование сустава, то 10 дней после операции, даже иногда раньше, у кировских пациентов мы выписываем раньше, 7-10 дней он выходит из больницы, а на 4-е сутки, 5-е сутки он попадает в отделение после операционной или не реабилитации. То есть мы в том отделении оперирующим мы не держим до выписки, как правило. Если мы говорим про органы, сохраняющие операцию, которые делаются через проколы, то мы здесь можем выписывать на 4-й или на 3-й день. Там всего лишь 3 маленьких шва. И тут быстрее. И дальше уже идет уход и работа? А дальше судьба пациента при органосохраняющих операциях особенно зависит от того, насколько они скрупулезно будут выполнять рекомендации хирурга. Это отсутствие нагрузки до 6 месяцев. И если в один момент определенный пациент в общем-то устанет или забудется или оступится, то придется снова к вам. То придется тогда из органосохраняющей операции переходить на депротезирование. Здесь тоже мы такое бывает. И это тоже отдельная тема программы. Постоперационный уход. Который я тоже сейчас записываю себе вот на листочек. И думаю, что наши слушатели захотят скорее всего, чтобы где-то я собирала заявки по различным диагнозам, болезням и вообще вопросам, относящимся к медицине, чтобы осветить их в нашей программе, я подумаю, как это сделать. Да, очень важно, чтобы пациенты знали о своих правах. Потому что одно из названий права на здоровье. Так или иначе, почему оно возникло? Одно из названий, которые мы обсуждали, как применить их в нашей программе. Да, почему оно возникло? Потому что права пациента у нас же с нами плохо. К сожалению, это приводит к тому, что они приходят что-то оплачивать. У нас не за горами, кстати говоря, 15 марта, и мы вот в немном развороте разговаривали по поводу того бесплатного пакета лекарств, который экспериментально в наших районах выдавался людям при некоторых болезнях. И судьбой этого проекта мы обещали тоже осветить рамку с нашей программы. Общий обход. Ну что, мы сегодня попытались какие-то общие вещи, но важные сказать по поводу такой серьезной травмы, как перелом шейки бедра. Надеемся, что были полезными. В следующий раз в этой программе в следующую пятницу в 2 часа дня и мы будем говорить о лекарствах. Здесь будет генеральный директор компании Нонолек. Ну и, собственно, обсуждаем следующие темы нашего общего обхода. Спасибо, Дмитрий. Очень рада, что мы наконец запустились с этим проектом. Важным, безусловно, важным, я считаю. Испочин у вас. Спасибо. До свидания. До свидания.